У Константина и Людмилы Гилета первая клубника созрела несколько недель назад. В их личном подсобном хозяйстве площадью 101 сотка клубничная плантация занимает 10-ю часть. Остальная земля занята малиной, виноградом. Этими культурами семья Гилета занимается уже давно. А вот любовью к клубнике прониклись всего несколько лет назад. Малину посадила, она куст плодоносит 10 лет. Клубника, извините, 2-3 года и все. А такие, как Сан-Андрес и Королева, возможны даже один год. Клубника, она, дама, интересная. На разных почвах ведет себя по-разному. Один и тот же сорт может у нас хорошо произрастать, а у вас может капризничать. Но работы супруги Гилета не боятся. Признаются, что трудиться на земле им в удовольствие. Начинали с разведения усов, потом увлеклись и выращиванием ягод разных сортов. Сегодня у Константина с Людмилой более 20 видов клубники. Самых разных размеров и цветов. От розовой до темно-бордовой. Альбион, Ламбада, Сан-Андрес, Королева и Елизавета. Каждый год агрономы пробуют вырастить по 2-3 новых сорта. Особый интерес к тем ягодам, которые плодоносят до заморозков. Клубничное царство благоухает здесь с ранней весны до зимы. Можно их укрыть или, например, выращивать в теплице. Они нейтрального дня, независимо от продолжительности солнечного дня, они плодоносят. И несмотря на прохладную погоду, в этом году супруги пророчат хороший урожай клубники и доступные цены. Клубники солнышко нужно, когда идет созревание. То есть солнышко мы сейчас видим. Клубника получает солнышко. Когда был рост клубники, было много влаги, то есть нам облегчило это погоду, мы не поливали ее. Я думаю, что клубника не будет наша, именно наша, местная дорожать. Потому что население активно занимается этой клубникой. Площадя растут у всех на участках. Но клубника здесь растет прекрасно. Все с ней справляются. Продолжение следует...